Здравствуйте! Редакция «Момент истины» продолжает уделять повышенное внимание вопросам экологии. Крым, Керчь, наши дни, хвостохранилище Камыш-Брунского железнодородного комбината. Не иначе как экологическая катастрофа, происходящая в Керчи, назвать нельзя. Общественная общероссийская организация «Зеленый патруль» только что вернулась после своей экспедиции, о чем решили поговорить с ее лидером Андреем Нагибиным. Андрей, здравствуйте! Добрый день! Так почему Крым? Поступило множество различных жалоб, и у нас по плану Республика Крым и Севастополь. Нас сразу при въезде в надпо остров Крым, естественно, мы оказались в Керчи, и первый объект – это действительно тот самый шламонакопитель. Он не один, их два шламонакопителя, недалеко от порта. Мы приехали в город Керчь, сейчас находимся на территории пляжа, возьмем пробы на хвостохранилище, или, как сейчас говорят, на шламонакопителе, и осмотрим саму территорию пляжа. В 50-х годах под Керчью было обнаружено крупное местороженение железной руды. Сейчас поселок называется Приозерное, до этого был Чурбаш. И был построен железно-рудный комбинат, ЖРК. И отходы от обогащения железной руды вывозились в Чурбашинское озеро. В советское время было насыпано специально удерживающее сооружение, чтобы вот эта вот лепешка, ну озеро, чтобы оно не сползло в море. Это бывший железно-рудный комбинат. Они отсыпали дамбу, потому что сверху было озеро, которое сейчас заросшее, там остатки руды, как бы все то, что мылось, промывалось от обогатительной фабрики. После того, как комбинат обанкротился, как и многое при Украине, все оказалось в частных руках. Люди раскупили за копейки там, а теперь пользуются этим, все это вывозится, продается, все зарабатывают на этом деньги. А вот для людей, непосвященных, вот величина этого швамонакопителя, потому что мы можем что-то сказать, ну это какая-то маленькая свалка. Это гектары, это гектары, это десятки гектар, плюс к тому же это миллионы тонн. Миллионы тонн. Конечно, это не так просто. И вот этот первый швамонакопитель, который находится прямо рядом у моря, там вокруг этого обводной канал, и естественно обводной канал, он связывается с морем напрямую. Казалось бы, все хорошо, все нормально. Но защитные пояса, это оказалось в принципе неплохой строительный песок, качественный. Ну Советский Союз не экономил. Да, не экономили на всех этих вещах. И началось уже, где-то первые жалобы мы получили в 17-м году, а до этого, скажем так, тоже история с бородой. «Природный патруль» – общественная экологическая организация, которая ищет диалог с властью и отстаивает интересы российских граждан по сохранению окружающей среды в Крыму. Поселок Героевка. Город-герой Керчь. Именно здесь, вблизи, по сути, главной стройки России Керченского моста, происходит экологическое бедствие и чудовищное разграбление ресурсов страны. С марта 2016 года компании, ассоциированные с ООО «Генинвест», незаконно добывали и продолжают добывать государственный песок, разрушая при этом Нижнее Чурбашское шламохранилище, которое представляет собой огромную могильную территорию, где захоронены миллионный тонн высокотоксичных отходов металлургической промышленности. Все вывезли, но сейчас шлама-накопитель – это только дело времени, дождя и ветров. Все, в любом случае он пойдет в дамбу, а дамба впадает в море. Чем опасность этого шлама? Там пол таблицы Менделеева на самом деле, поэтому действительно это все будет опасно. То есть все эти тяжелые металлы попадут в море? Да, то постепенно будет продолжать в дамбу, уходить в море. По итогу канала, вот этот канал, который они весь прорыли, он, естественно, соединяется с морем. То есть если где-то начнет прорывать канал, то это все уйдет в Керченский пролив. Очень много вывезено в день. Машины идут, большие тонары, а каждый тонар – это минимум 40 тонн, одна машина. А они потоком отсюда все это вывозят, весь этот песок. При этом они уничтожили очень много насаждений деревьев. Все это пропадает, тут была как бы фазанарий, тут фазаны были, все, сейчас ничего нет. Все, все уничтожилось. Вообще вы не представляете какое-то место, это красотища просто, я представляю. То есть представляете, шлама-накопитель находится буквально 30-40 метров от уреза моря, и это Керченский пляж, шикарное место, ракушечник, вообще, ну то есть великолепно. Это же, блядь, позорище какое-то, это вообще, блядь, тут как-то, мне слов нет, чтобы выразить свое отношение к этому. Мы с вами находимся на городском пляже Керчи, который может исчезнуть в ближайшее время, потому что буквально в 15 метрах продолжается незаконная добыча песка из обводного канала. Природу просто уничтожают. И это мало того, люди, которые живут, ну я живу там через 10 домов, а вот первые дома вот эти вот, которые здесь рядом находятся, тут же летом вообще невозможно. Оно же все, это сейчас влага, а летом пыль, тут просто стоит коричневая стена, пыли. Люди вот на гурпляже, когда выходили из моря в белых тапочках, они становились тут же оранжевыми. То есть, ну это действительно так. Здесь мы живя, то есть ты не можешь не повесить белье на улицу. Кто только туда не приезжал с проверками, сколько только жалоб по этому поводу не было, но как-то власть у нас все время не реагировала на все это хозяйство. В настоящее время дамбу варварски разрушили, а песок, из которого она была построена, украли на строительство детских площадок, строительные объекты Крыма, больницы, санатории, школы и детские сады. В рамках президентского указа мы неоднократно обращались к власти, правоохранительным органам и органам прокуратуры. В частности, к МВД по Республике Крым генералу-майору Абисову ответ на обращение получили от Самольникова, начальнику УГИБДД МВД по Республике Крым полковнику полиции Борисенко, начальнику управления МВД России по городу Керчи полковнику полиции Ткаченко, к генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия Крымская железная дорога Гладилину, а также к начальнику службы автомобильных дорог Республики Крым Махна. Министерство транспорта Республики Крым к министру Волкову ответ получили от временно исполняющего обязанности Кравченко, а также к многим другим представителям правопорядка Крыма. Отдельного внимания заслуживает еще один персонаж нашего расследования – Далматов Олег Витальевич, заместитель руководителя Росприроднадзора Сидорова, он же куратор Крыма от Росприроднадзора. Именно по его благословению и шла вся эта незаконная деятельность. Мы приезжали сюда, единый фронт российские представители, люди с природоохранной прокуратуры приезжали, все это смотрели, все это снималось на видео, скидывалось в интернет, по-моему, даже по первому российскому каналу это показывалось, это видео было, что здесь такое творится все это. Но почему-то эти люди нашли другие, я не знаю как, разрешения, сначала им здесь давали, в Крыму, закрыли, они сейчас взяли, по-моему, где-то в Волгограде или в Ростове, все эти документы оформили и по новой начали опять все вывозить, все раскапывать. Кто из какой категории чиновников крышует данное преступление, побоюсь этого слова? Я думаю, что все разрешения подписаны Министерством природных ресурсов и экологии Республики Крым. Им было предписание выдано о том, чтобы восстановить удерживающие гидротехнического сооружения. Но, опять же, они решили восстановить его не как оно было, из песка, а, соответственно, тем, что было. А это отходы от, ну, грунты, непригодные для строительства из-под той же самой тавриды, вот, то есть глины, ну, плывуны всякие, то есть всякий мусор. И он также вывозил, продолжает вывозить песок, они вместо этого песка насыпают вот эти вот глины, суглинки. Про охранителям будет с чем работать? Я думаю, что про охранителям будет с чем работать, потому что история вопроса, я уже говорил, достаточно долгая. Собственники известны и понятны. Другое дело, что, безусловно, вот эта юридическая казуистика, в том числе и с уполномоченными по экологии, я думаю, что будут друг на друга перекидывать. А здесь без уголовных дел? Пока мы не знаем, пока мы не знаем, мы взяли массу материалов, вы эксперты сейчас будут изучать. Между вот этим городским пляжем и Шламонокопительным они сделали дамбу. Под видом углубления дамбы, они просто выбирали весь песок и продолжают пробирать все это. Мы приехали, мы увидели земснаряды. Два земснаряда работало, ездили тонары. Ну, постоянно просто, то есть не прекращая все поток. Люди начали жаловаться, что ездят машины и ломают дорогу. И город подал на компанию в суд, потому что у них по отчетности какой-то, у них всего одна машина в день выводится, песка отсюда, типа того, вот этими земснарядами. Они поставили мобильную камеру и насчитали в день, только в светлое время суток, 120 с чем-то там машин. То есть это только днем, а работают они круглосуточно. Обратимся к новому руководству Роспроднадзора, мы будем непосредственно к Ордиону Светлане Геннадьевне обращаться, потому что это необходимо, мало того, остановить. Это необходимо восстановить хотя бы, потому что... Возникает вопрос, за чей счет, потому что, на мой взгляд, это абсолютно повод для обращения в Генеральную прокуратуру, потому что помимо экологических нарушений, ну, бесспорно, это экологические преступления, здесь возникает вопрос, это, подождите, кто-то что-то у кого-то украл, получается. И причем украли не просто песок, не просто деньги, а украли, ну, не побоюсь этих слов, будущее у наших детей и будущее у местных жителей. А почему у наших детей? Потому что тротаристы поедут, ну, то есть тротаристы поедут, они будут этим травиться, мы что, мы экологическую обстановку строим, мы подорвем просто экологическую обстановку целого региона. А более того, вы представьте, как на международной арене мы будем выглядеть. После пресенения Крыма пришли варвары и разобрали заседательное сооружение, отравили Черное море. Кто это будет отвечать? Это, бесспорно, даже повод для обращения Генеральной прокуратуры. Работаем еще по нескольким объектам. Да, редакция обязательно изучит эти вопросы. Да, мы обязательно расскажем, покажем вам в следующих сюжетах, если вы их покажете, мы обязательно расскажем вам не менее интересные случаи на Крымском полуострове. Да, и редакция бесспорно продолжит реагировать, пройдет тоже параллельно свои журналистские действия, направленные на то, чтобы виновные были приличны к ответственности, потому что это безобразие, что некие предприниматели, да я их не хочу назвать предпринимателями, просто некоторые местные вредители просто уничтожают собственный полуостров и вредят всем нашим жителям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok